Эдуард Лимонов. Спектакль на границе между Кореями. Мнение. Международное положение 1 июля 12.55. Эдуард Лимонов. Спектакль на границе между Кореями. Что на самом деле значило встреча двух президентов. Эдуард Лимонов. Комментарии в просмотров 2893. На фото. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ин. Слева направо. Возле демаркационной линии во время встречи на территории демилитаризованной зоны между Южной Кореей и КНДР. Фото. AP Photo. Susan Walsh. TASS. Они потрясли мир. И задешево. Несколько секунд туфли Трампа ступали на территорию Северной Кореи. И несколько минут туфли Трампа пребывали на плитах демилитаризованной зоны. Далее около получаса Трамп и ин пребывали в демилитаризованной зоне в Южно-Корейском секторе и вроде разговаривали. За их спинами, заранее приготовленные, драпированы были на стене государственные флаги США и Северной Кореи. Северной Кореи на территории Южной Кореи враждебного Северного государства. Впрочем, Трамп и ин уже были новостью номер один в мировых новостях, так что эти получасовые переговоры ничего не добавили. Разве что это был отвлекающий маневр, сказать обывателям всего мира, что нет не только спектакль устроили, но вот и переговаривались. «Рад снова вас видеть», — сказал Энн Трампу при встрече, только что не добавив в качестве приставки «папа». А уже позже, объясняя себя, и случившееся, Энн заявил, у нас с президентом США отличные отношения. Не будь их, я не думаю, что мы смогли бы всего за сутки договориться об этой встрече. Я хотел бы использовать эти крепкие отношения, чтобы создать еще больше хороших и неожиданных для всех новостей. Читайте также. Запад назначил страну, которая точно прихлопнет русский Северный поток. Два противники газопровода надеются найти союзников внутри ФРГ, чтобы остановить строительство трубы. Трамп в свою очередь утверждает, что встреча подготавливалась несколько месяцев, а вот приглашение от Энна ступить на северокорейскую землю, он, Трамп, ожидал, но не был уверен, что Энн предложит ему ступить. Я где-то затерял цитату, где Трамп восказывается, что ожидал, «Вы меня простите, и уж поверьте». Трамп обещал, что произойдет новость. «Мы поедем в демилитаризованную зону завтра, на пару минут, чтобы пожать руки и поздороваться». И Энн говорил прямым текстом создать новость, чуть выше я его процитировала новости. Но Энн попроще будет из этих двоих, потому с языка его слетела правда. Создали новость. После свершившегося вчера Трамп уронил, «Это был прекрасный день». Это очень легендарно, никто такого не ожидал. Действительно, это было легендарно. Все заголовки мировых СМИ упомянули именно это беспрецедентное случилось. Американский президент в американских туфлях ступил на северокорейскую землю. Последний «тач», добавил. Вероятнее всего, хитроумный Джарет Кушнер, муж дочери Трампа Иванки. Он был вчера в свете Трампа вместе с Иванкой, и госекретарем Помпео. Вряд ли такой ловкий трюк с несколькими шагами американских туфель, несущих тушу американского президента по северокорейской почве, придумал толстяк Помпео. Скорее, Кушнер это, Кушнер. В феврале Ин и Трамп не сошлись, не договорились. Вы все помните, как Ин убежал из Вьетнама, трясясь от гнева. Трамп нагло наехал на него во Вьетнаме, типично американским болевым приемом, пытаясь немедленно поставить Ина на колени, разоружить и починить. Американцы всегда вначале наезжают со всей мощью бескомпромиссно. Если же Визави не согнулся, тогда начинают договариваться. Поверьте мне, я у них чуть менее шести лет прожил. Ин тогда вознегодовал и использовал доступные ему средства запугивания, а именно рванул на бронепоезде в Россию. Я хотела было написать в Советский Союз, поскольку жест Ина был абсолютно традиционно северокорейским. Так поступали его папа и дедушка. Трамп сигнал принял, было понятно, что денуклеаризации Северной Кореи от такого невысокого упрямого крепыша он не добьется, потому, я предполагаю, он предложил Ину делать вид, что они договариваются. Так они договорились устроить этот спектакль? По моему мнению, да. Ин же прямым текстом сказал создать хорошие новости. Он же не сказал, что они имеют целью договориться об условиях вхождения Северной Кореи в семью стран, обладающих ядерным оружием. Нет, не сказал. Вот идут они по плитам демилитаризованной зоны, между военными бараками, старый Трамп и юный Ин. Один высокий до родин, это Трамп, другой до родин, но невысок, это Ин. Если забыть про тот несомненный факт, что они президенты, выглядят они как персонажи комиксов, настолько гротескно преувеличены природа их черты. Ой, на лицо мальчишки из богатой семьи, капризная, самоуправная, но и жестокая. Я как-то наблюдал молодых японцев-хипстеров в парижском модном кафе «Флор» в 80-е. Путин уехал на ЧИИ-20 при оружии, на форуме «Армия-2019» президент оценил обновленный арсенал «Россия держит второе место в мире по продаже вооружений и военной техники». Что до Трампа, то он карикатурный миллиардер американского эпоса, грязно-богатый, любитель высоких сесистых блонд, скабризный пошляк. Ну что делать, такая у него внешность, особенно эти его губы, складывающиеся в куриную попу и лишние гримасы и подмиливания, которые он себе позволяет сплошь и рядом. Сейчас нет необходимости развязывать войны, у войн есть то неприятное побочное обстоятельство, что гробы накрытые американским звездно-полосатым флагом будут прибывать в американскую глубинку и жители одноэтажной Америки не проголосуют за кандидата Трампа, а так бы развязали бы США, чего нет. Вместо того, чтобы развязывать войну с Северной Кореей, а судя по той информации, которую мы имеем и с Северной Кореей, война такая обязательно будет долгой и кровавой, вот дешевле устроить спектакль. Походить несколько секунд по северокорейским плитам, по плитам демилитаризованной зоны 3 минуты, журналисты все ревниво посчитали, видимость хронометрами. Однако, спектакль этот обман, а обман он и есть обман, даже если совершен из лучших пробуждений. Новости России, Медведев рассказал о том, что нужно изменить в Единой России. Северной Корректор А.Егорова Северной Корректор А.Егорова